Приветствую вас. Начнём мы с вами с того, что вы не задаёте вопросов вообще. Вы пишите только то, что у вас нет общих интересов с мужчиной, а не то, что вы боитесь, собственно говоря, его потерять. Вот. Мне бы очень хотелось узнать для начала, как так получилось, что вы связали свою жизнь с человеком, с которым у вас нет общих интересов. Когда вы это поняли, по какой причине вы тогда с ним связались, что вас объединяет и на что вы рассчитывали. Далее. Смотрите. Вы пишите, что практически живу с молодым человеком, ему 26, мне 32. Практически живёте. Это как? То есть вот. Как понять, что практически живёт вместе? То есть я так понимаю, что вместе вы всё ещё не живёте, но практически совместный быт у вас уже есть. Получается так. Опять же возникает вопрос, а что вас объединяет тогда с этим молодым человеком? Если по факту, если по факту, живя вместе, практически у вас нет ничего общего. На ум приходит невольно вопрос, связанный, наверное, с тем, что вам 32, а ему 26. То есть как бы тут вот очень интересный есть, на мой взгляд, момент. То есть если вы старше человека, да, если вы старше, то может быть вы с ним сблизились, потому что он вам был для чего-то нужен. Иными словами, зачем вам творческой личности человек, с которым у вас нет общих интересов? То есть вы боитесь того, что этот человек уйдёт? Вот вы боитесь того, что этот человек, ну не будет с вами. Да? Вот. Так, а чего вы боитесь? Да. Тогда. Понимаете? То есть что страшного-то здесь. В таком случае. Если человек, с которым, с которым у вас нет ничего общего, да, уйдёт. Допустим. Ну вы боитесь того, что это важно. И плюс, сравнивайте себя с другими женщинами, судя по всему. Ну я тут, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что сравнивайте себя с другими женщинами. А это неуверенность в себе, да, это непринятие себя, вот, что важно. То есть вы не принимаете до конца себя, не принимаете до конца свои достоинства, свои плюсы. И, скорее всего, свои недостатки тоже вы до конца не принимаете. Скорей всего. Хотя здесь, понятно, нужно разбираться, так ли это или нет. Дальше. Так, понимаете, нет общих интересов и тем-то разговоров. А что тогда объединяют? Ему нравится футбол, волейбол, он математик, физик, я же творческая личность. Друг друга вообще не понимаю, зачем тогда вместе. Он любит внимание со стороны, я очень-очень яркая личность. Меня пугает, что если он встретит женщину с себе по интеллекту и увлечениям, то с легкостью уйдёт. А почему вас это пугает, если вас ничего не связывает? Понимаете? Эта потребность какая-то. Вот эту потребность, почему вас это пугает, чего вы хотите и нужно выделить, и вам самостоятельно её удовлетворить. И тогда вы не будете бояться. Тогда вы не будете опасаться, что человек уйдёт. Понимаете? Вот так. А он, он, да, он соответственно будет чувствовать, что вы боитесь и возможно использовать это для своих целей. Вот. Что ни в коем случае не способствует, да не поспособствует тому, что ваши отношения укрепятся. Вот. Что делать-то по итогу вы хотите? Удержать. Удержать его или уйти. Его поменять? Вы не поменяете. Вы либо поменяете сами, либо примете себя и достанете. Чего вы по итогу хотите. Так что, я думаю, я думаю, вам здесь нужно обязательно, вот, на эти все вещи, на эти все детали, на эти все моменты, вам нужно обязательно обратить внимание. В своём. Потому что до тех пор, пока вы чётко не сформулируете свой запрос, да, свои цели, свои желания, чего вот вы сами хотите в этой ситуации, чего хотите от мужчины, я полагаю, что ваши отношения будут такими неопределёнными. То есть, здесь, Алёна, ваши, ваши противоречия проявляются в том смысле, что, с одной стороны, человек вам абсолютно чужой, да, и вы, вас ничего с ним не связывает. И вы не понимаете друг друга. С другой стороны, вы за него почему-то держитесь. То есть, здесь либо страхи, либо желания. Страхи с детства, желания чуть попозже, но тоже образовались и сформировались скорее всего у вас в семье. Ну и поведенческие вы их, вот это вот желание просто, как бы, оформляете в виде тех форм, через которые вы их реализуете. Это вполне вероятно, что для вас, да, это естественная форма реализации ваших, ваших, ну, потребностей, реализации ваших желаний. Но, тем не менее, Алёна, вы просто задумаетесь о том, что вам 32 года, да, а у вас серьёзных отношений, получается, что и нет. Так что здесь, мне кажется, что нужно задуматься именно над моделью вашего поведения, да, и целей, и целях, которые вы преследуете, желая, например, с человеком сблизиться, сблизиться, допустим. Вот. Мне это видится так. Мне видится такая история. Мне видится именно такой выход из этой ситуации. Вот. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Извините, что может быть мало, но больше информации вы не предоставили. Вот. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.